Всем привет! Новое видео на канале и сегодня я вам расскажу, почему не стоит сейчас спешить покупать браслет Mi Band 4 с NFC за 4 рубаса, без разницы в каком магазине, потому что это полная херня. Давайте поговорим на эту тему. Я сейчас стою напротив самого большого торгового центра в своем городе, живу я в Петрозаводске, Республика Карелия. Не суть. Вчера я приобрел Mi Band 4 по акции, ну точнее он стоит 4, были купоны, точнее не купоны, а баллы в МВидео, обошелся 3,450. В течение всего вчерашнего дня я не мог привязать карту. Сначала главным преимуществом этого браслета, для чего он нужен мне был, почему я не купил на том же Алиэкспрессе, кстати, ссылки в описании на самые популярные и выгодные предложения. Почему я не взял Mi Band 4 за 1400-1500 рублей на том же Алиэкспрессе, а пошел и купил, переплатив 2,5 раза в МВидео? Ну потому что, во-первых, мне обещали, что это будет у меня кошелек на запястье. Хрена там лысого, извиняюсь за выражение, ничего подобного. Ничего не происходило. Первое, я сначала вообще не мог добавить карту, то есть там шла какая-то ошибка, оказывается, для того, чтобы пришлось эту ошибочку, оказывается, надо завести новый аккаунт Xiaomi, Mi Account и с регионом Россия. Почему я должен об этом знать? Вы говорите, что в прошлом видео вы сказали 17-минутное нытье. Это не нытье, это бомбеж, это то, что у меня было на душе, на сердце. Я потратил 9 часов своей драгоценной жизни для того, чтобы решить вопросы, которые, по сути, должны были решаться просто на раз-два. Почему у других производителей это так? Это не нытье, это как раз-таки факты, факты. У меня на руках браслет, к которому не привязывается карта, основной киллер фичи, которая является карта. Нахрена мне такой браслет? Это первый момент. Второй момент. Оказывается, у Mi 4, у Mi Band 4, у всех, почти у всех, у большинства проблема, так как я не пользовался этой моделью, я не знал о ней, я почитал, погуглил, посмотрел на том же ФПДА, оказывается, на 16% начинается какая-то, ну извиняюсь за выражение, ебала. Почему? Потому что браслет начинает неправильно разряжаться. При этом это если выставлен русский язык, если поменять на английский, вроде все, как бы, типа норм. И мне это не нужно, это, самой компании Xiaomi на это срать, вообще плевать, то есть, как бы, они клали большой с прибором на российского пользователя. Мне это не нужно, я приобрел товар дистанционным способом, купил его в MVideo, товар надлежащего качества, как мне считают, то есть, ну все нормально с этим товаром, кроме того, что он просто не какущий за эти деньги. Поэтому я хочу отказаться от покупки, пойти в MVideo и попытаться его сейчас согласно 26 статье ЗЗПП, закон о защите прав потребителей. Просто он мне не понравился, я хочу его сдать. Вот и все. Поэтому пошел сдавать, отчитаюсь, как выйду с этого задания. Короче, друзья, все очень просто, не стал записывать в тот день, не получилось. Я приехал на следующий день, так как вы видели сейчас, что я иду в торговый центр, в MVideo. В общем-то, на следующий день я туда пришел, заняло это все 15 минут, быстренько все заполнили. Главное, обязательно напишите заявление, и должно пройти не больше 7 дней. Даже если вам говорят, что фитнес-трекер является технически сложным товаром, если товар приобретен дистанционным способом, согласно закону о защите прав потребителей, вы имеете полное право при сохранении его товарного вида, упаковки, если вы его не использовали, естественно вернуть. Дело касается, в принципе, любого устройства, в том числе даже смартфона. Не знаю, как это происходит с телефонами, надо будет попробовать, но сейчас не об этом. Сейчас я дописываю эту вторую часть для того, чтобы сказать. Первое. Хотелось бы отметить по поводу того, что многие, ну, скажем так, адекватные, неадекватные пользователи высказывают свое фи в виде того, что я там ною не могу там смотреть туда-сюда. Друзья, не хотите, не смотрите, я высказываю всего лишь свое авторское мнение. Если я в течение 12 часов на купленные вещи не могу активировать то, что я, в принципе, сначала погуглил, мне говорят, где пруфы, то и пятое, десятое. Друзья, я никому ничего не должен. В общем и целом, есть пруфы, то, что сейчас уже спустя некоторое время многие пользователи могут активировать, в том числе, карты, мастер-карты от Яндекс.Денег, но якобы ОСЕО меня обещало поддержку Яндекс.Денег как банка. Друзья, ну я же мне в глаза долблюсь, я же не просто так это где-то взял. Я это прочитал и, основываясь на этих данных, пошел и приобрел браслет. Но этого дела сейчас не надо. Не надо покупать версию Mi Band 4 с NFC для РСТ-рынка, потому что буквально только что вышла новость, что умельцы с сайтов ОПДА, внимание, тут очень внимательно, есть кастомная версия Mi Fit, где разблокирован пункт браслета, пункт о том, что вы можете добавить банковскую карту в китайские версии браслета с NFC. Поэтому это очень выгодно. Но тут нюанс. Опять же, внимание, если вы доверяете свои деньги через управление приложением, которое непосредственно кастомное, через китайский браслет. Такое себе, конечно, решение, но можно привязать виртуальную карту, мастер-карты и как бы хранить на них, допустим, какой-то маленький диапазон денег. Пару-тройку тысяч рублей для того, чтобы покупать какие-то продукты и еще что-то. В общем и целом, сдать браслет обратно без проблем можно. Занимает 15 минут. Заранее напишите заявление. Просто изложите то, что вы согласно статье, по-моему, 26, пункта 1, имеете право сдать его как вещь, которую вы не пользовались и приобрели дистанционным способом. И если хотите, я, скорее всего, так и сделаю. Я приобрету китайскую версию браслета и попытаюсь на него добавить просто карты. Вот и все. Этим закончилась история. И я ни капли не жалею об этом опыте. Да, я потратил 2 часа своего времени при покупке 1 час и после покупки 1 час. И 12 часов времени за добавление функционала, который на самом деле у меня не работает. Хотя сейчас поступают сообщения, может быть, где-то здесь видите скриншоты, о том, что у людей это работает. То есть я подтверждаю, что у людей это работает. В любом случае, Mi Fit, Mi Band, точнее 4, достаточно, наверное, удобная вещь. 4 рубаса он не стоит, 3,5 тысяча он точно не стоит. Покупайте китайские версии, если нужны банковские карты, делайте виртуалку и пользуйтесь. Подписывайтесь, комментируйте, пишите свое мнение. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.